Здравствуйте! Я Лена Тукаева и я приглашаю вас по грибы. Середина осени. Лес оделся в золото. Красота неимоверная. Были и дожди, и холод, и тепло. Разгар грибного сезона. В лесу даже пахнет грибами. Я уверена, мы сегодня найдем то, что ищем. Я сегодня не одна. Со мной Наталья. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Лена. Как давно собираете грибы? Любите ли это делать? И вообще собираете ли вы грибы? Грибы собираю очень редко. А любить люблю. Ну, как-то большое в моей жизни место работы занимает, поэтому времени очень мало. Да, действительно, чтобы пойти за грибами, нужно выбрать время и сориентироваться, да, и место. И времени нужно достаточно много. Я уверена, сегодня мы обязательно найдем грибы. В начале лета я была неопытным начинающим грибником. За целый сезон я уже набралась опыта. И сегодня я буду в роли опытного грибника, а Наталья будет со мной начинающим грибником. Отличный тандем. Наталья, как относитесь к опятам? К опятам отлично отношусь. Будем сегодня их искать. Пойдемте. Пойдемте. Как же их разглядеть? Лена, Лена, смотрите, грибы. Это же белые. Какие красавчики. Новичкам везет. Здорово. По поводу срезать или выкручивать. Именно эти грибы я бы рекомендовала выкручивать. Грибница от этого не страдает, но корень у белого гриба очень большой. И если мы его срезаем, мы половину оставляем в земле. Большой, средний, и тут совсем малыши. По-моему, там их даже не два, то, что мы видим, а три. Или это слезняк. Ну, сейчас посмотрим. Удивительно, Наталья, как вы их нашли, потому что цвет шляпки один в один с цветом листвы. Сама удивляюсь. Вообще. Это просто везение. Да, новичкам везет. Прям вот аккуратненько так берем. Ух ты. Вот видите, у нас сколько. Какой красивый. Если бы его срезали, у нас бы половина осталась в земле. А-а-а. Вообще. Маленький тоже выкручиваем. Да. И еще, вот посмотрите. Посмотрите-ка что. Как мы с вами на целую грибницу попали. Да, да, да. Мы сегодня идем за опятами. Да и я эти грибы нашла Наталья, поэтому отправляются в вашу корзинку. Спасибо. Эй, мухоморчик. Малышок. Маленький мухомор. Да. Ну вот, кстати, мухоморы, поганки, это как раз признаки того, что в лесу есть грибы. Ну вот почему так? Мухоморы самые красивые, самые заметные. Да. Наталья, похоже, мы нашли... Какие большие. Большие, да. Это опята. А что это за грязь? Это опята. Опята? Но это опята ложные. И как понять, что он ложный? Основные признаки, по которым определяю я. У него нет юбочки и полая ножка. Ну вот, честно говоря, если бы я была одна, я бы могла их набрать в корзину полную. Да, кстати, они такие большие, что корзинка быстро наполнится, но нет. Но с другой стороны, какие-то они уже не аппетитные. Не аппетитные, да. Не аппетитные. Не берем. Не берем. Мы обошли в этом лесу около 10 пней, но съедобных опят не нашли. Поэтому предлагаю менять в дислокацию и ехать туда, где грибы должны быть. Согласна. Да? Зачем по опусту ходить, да? Время терять. По лесу ходить, конечно, тоже интересно. Но хотелось бы набрать хотя бы пол корзинки грибов. Да, да, да. С результатом-то оно всегда интереснее. Поэтому давайте пойдем на выход. Да, мухоморчики, мухоморчики. Лена, смотрите, какие грибы удивительные. Слушайте, вообще фиолетовые. Да как их много здесь. Это что за чудо? Очень чудный. Что такое? Не знаю. Давайте порассматриваем их поближе. Но вообще очень похоже на паутинник фиолетовый. Этот гриб очень редкий и занесен в Красную книгу России. Вот это да. Гриб является съедобным грибом, но за счет того, что он очень мало распространен, очень редкий, собирать его не рекомендуется. Ну и Красная книга. Давайте, да, не будем тогда собирать. Просто очень интересный цвет. Да, и похоже это вот прям совсем-совсем малыши. Мы не хотели его срывать, но когда раскапывали листву, вот один экземплярчик выскочил из земли. Видно прям, что совсем-совсем малыш. И почему мы решили, что это паутинник? Потому что вот под шляпкой прямо как паутинка. Оставляем их здесь. Идем искать дальше, потому что наша цель опята. А тут ты лез прямо в горку. И вот я нашла настоящего опенка. Семейка хорошая такая. Но они еще совсем малышечки. И сколько же они маленькие. Очень-очень маленькие. Вот внизу есть под листвой. Вот здесь под корой есть. И вот это тоже опятки. Да, 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 да. И вот это все тоже они. Вот повезет кому-то, кто их найдет, когда они подрастут. Они еще и уварятся, когда будешь готовить. Поэтому оставляем их следующим грибникам. Будем очень надеяться, что они придут сюда завтра, послезавтра. Грибочки к этому времени вырастут. И они кому-то сослужат очень вкусным деликатесом. Аккуратненько тут. Смотрите, Наталья, мы нашли опята. Но это ложные опята. Согласна. Даже я знаю, что настоящие опята вот на пнях растут. Да. А они же рядом. А ложные рядышком на земле. Вот их сколько. Много. Именно так растут опята большими семьями. Но у них очень уж хиленькие ножки. У них очень тонкие ножки внутри. Черные. Серо-черные. Совсем не хочется кушать такие. Да. Найдем ли мы сегодня хорошее, настоящее? Уже столько было предпосылок. Я уверена, мы уже находили настоящее. Но они были маленькие очень. Так, пень. А вот пенек. А вот и опята. Где? А вот и опята. С той стороны нету. Вот они. Вот. Вот эти хорошие. Вот это самое-самое то, что нам нужно. Не переросшие, не совсем малявочки. Вот они, типичные представители. Прекрасные опятки. Не совсем малыши, уже подросшие, но еще и не переросшие. У них такого они бежево-коричневого цвета. Чешуйчатая шляпка. Очень такая крепкая ножка. Вот они как хорошо сидят. И они именно на пеньке. Не на земле, а на пенечке. Сейчас мы их будем срезать. Мы нашли сегодня, пока искали опята, еще и другие грибы. Поэтому разделили их на две разные корзинки. Будем собирать с Натальей опяток в одну ко мне, а остальные у Натальи. Это совсем молодые опята. Именно такие я и люблю. Чтобы шляпка у них была не раскрывшаяся. А вот такой маленькой пуговкой. Они очень и очень аппетитные. Размер ножки здесь порядка 3-4 сантиметров. А шляпка буквально 1-1,5 сантиметра. Их можно срезать целыми семьями. Вот они как крепенько, хорошо друг за дружку держатся. Опята растут на старых пнях, корягах. И вообще поражают около 200 видов деревьев. В нашей местности чаще всего опята встречаются на березовых и на осиновых пнях. Лучше всего за опятами отправляться с утра. После ночной прохлады опята легче транспортировать. Они лучше сохраняют свою форму и их легко довезти до дома. Ну вот как раз, как мы сегодня. Да, да, да. И вот посмотрите, как выглядит срезанный пень. Мы забрали здесь все. Пойдем искать дальше. Наталья, смотрите, смотрите еще. Где? Вот, в траве. Целая большая семейка. Ух ты! Смотрите, пенек маленький, а грибочки большие. И достаточно много их. И вот тут вот если раскопать еще, то вот смотрите на корнях. И с этой стороны. Так-то интереснее ходить по лесу. Очень интересно, азарт прям возникает. Режем. Ой, как они прям. Сразу же всю семью. Отличительная особенность опят – их постоянство. Вылезли на пне в этом году. Можно искать здесь же через год. Одно радует при сборке таких маленьких-маленьких опят, что их не нужно чистить, как маслята. Их будет достаточно убрать с них мусор, грязь, промыть и все. Ну вот и еще один пенек. Да. Обобрали. Обобрали, точно. Вот смотрите, три пенька. И у нас уже такой урожай. На самом деле для опят это невысокая урожайность. Мой папа любитель именно опят. Он ходит с большой корзиной. И бывают случаи, когда он ее наполняет с одного пня. Сложно представить, что за пень. Вот он, вот действительно он меня не зря позвал, этот пенек, Наталья. Смотрите. Я думаю, сейчас на этом пеньке мы дозаполним наши корзинки. Вот он, тот самый пенек, про который мы говорили, что с опятами найти хороший пень и можно заполнить всю корзинку. Ну это точно вот уже корзинка-то наполняется. Музыка. 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 Мы гуляли достаточно долго. Прошло уже 4 часа с момента выхода в лес. Обошли не один лес. Были в трех местах. И оказывается, не так-то легко найти опята. Но уж если нашли пенек с опятами, нужно обязательно осмотреть все ближайшие, соседние. И тогда удача вам улыбнется. Сегодня нам удача улыбнулась на 4 килограмма опят. Они маленькие, плотненько лежат в корзине, занимают весь ее объем. И она прям сегодня очень тяжеленькая. И сейчас мы поедем их готовить и делать из них грибную икру. Ммм, как заманчиво. Музыка. Небольшие плодовые тела с круглыми шляпками опят видны издалека. Они произрастают на природных возвышенностях, пнях и корягах. Опята собираются дружными группами. Крайне редко можно встретить одинокий грибок. Под общим названием опенок объединяют представители разных родов и грибных семейств. Называют 34 вида, из них изучены не все. Собирать опята можно практически круглый год. Они плодоносят с весны до поздней осени и даже зимой. Мы вышли за опятами в конце сентября рано утром. В старом лесу искали пеньки и валежник. Первой нашей находкой стали ложные опята. Их собирать нельзя. После встретили переросших представителей съедобных грибов. Но и их мы оставили в лесу. После двух часов прогулки нам улыбнулась у дачи. Мы собрали осеннее опята. С пяти пеньков мы собрали 4 килограмма грибов. Музыка. Музыка. Итак, мы добрались до кухни. Будем готовить наше грибное блюдо. Самое популярное блюдо из опят, и у всех на слуху, это маринованные опята. А мы сегодня приготовим грибную икру из опят. Ингредиентов нужно совсем немного. Это опята сами, морковь, лук и подсолнечное масло. Рецепт. Грибы нужно изначально измельчить. Мельчить их мы сегодня будем таким очень интересным способом. Сечкой и в корыте. Остальные ингредиенты, лук и морковь, тоже нужно измельчить. Лук предварительно чуть-чуть порежем, а морковь натрем на терке. Все это будем жарить и тушить. Сначала только грибы, пока не испарилась вода. А затем добавим измельченные овощи. Время тепловой обработки на грибную массу у нас будет около 40 минут. И затем мы все это поместим в обработанные стерилизации баночки. Сверху зальем маслицем. Приступаем, Наталья? Ну, вроде бы все просто. Лук можно не очень мелко резать. Я его добью после грибов сечкой. Поэтому крупненько так, да? А морковь на терочке. Отлично. А я возьмусь за грибы и сечкой. Давно я не встречала, чтобы кто-то сечкой что-то рубил. Я вам признаюсь, честно, я не то чтобы давно. Я даже ни разу этого не делала. Но я вам дам тоже. Попробовать? Да. Хорошо. Хорошо. Тогда приступаем. Вообще, вот мне по ощущениям очень нравится работать сечкой. Действительно, вот сколько бы я резала эти грибы просто ножом. Каждый по отдельности. Очень долго. Смотрите, как уже все разлучили. Они вот уже несколько движений, да, и они уже все мелкие. И ножом ведь так красиво не дорежешь. Да, да. Ну, аромат действительно прям сейчас такой уже хорошо. Современные хозяйки чаще всего на икру грибы прокручивают в мясорубке. Ну, это получается каша. На самом деле и жидкость много из них уходит, да, сразу же. А здесь такие классные, аккуратненькие кусочки. Кусочки, ну, восторг. Вот действительно прям икра. И даже воды нисколько не дали. Нет, нет, воды нисколько они не дали. А аромат какой. Грибной. Вот, я думаю, первая партия у меня уже готова. Их можно отправить на сковороду. Первую партию грибов я уже порубила и отправила на сковородочку. Они там просто пока лежат, дожидаются меня. А сейчас будем рубить следующую партию. И уже по опыту считаю, что можно прям сразу же побольше грибочков сюда. Наталья, давайте поменяемся. Предлагаете мне порубить? Да, да. С удовольствием. Так. И прям вот. Да. Да, сперва не смело получается. Да. Прикольно. Да. Итак, опередили вы меня. Как ощущения? Интересно. Интересно, да? Входишь во вкус, я бы сказала. Да, да. Я думаю, если нам еще несколько партий таких порубить, и у нас уже будет все легко получаться. Ну, да. Полученную массу отправляем в сковороду. Пока она у нас холодная, не разогретая, потому что еще не все грибы порублены. Масса получается. Масса получается очень интересная по консистенции. Она не кашеобразная, не липкая, но при этом очень мелкенькая. Сейчас мы будем пережаривать грибочки до тех пор, пока из них не выйдет вся жидкость, а потом не начнет испаряться. И вот в тот момент, когда жидкость начнет убывать, и практически вся уйдет, мы выложим лук и морковь. А солить как-то будем, я думаю, вместе с овощами. И перчить тоже. Да. Хорошо. Вот-вот сейчас прям, смотрите, момент, все больше и больше жидкости из них выходит. Осталось порубить лук. Мне понравилось. Я возьму на себя. А там можно пока последить, да, за грибочками. Помешаю грибы. У меня есть козырь в рукаве для резки лука. Это очки. Под них тоже попадают иногда брызги и пары эти, но все-таки какая-никакая защита. Грибы жарятся. Ага, а лук разлетается. Но воды еще много. Навыка все-таки у меня, как у бабушек, нету. Рука уже немножко начинает уставать. Давайте, Наталья, поменяемся. Давайте. Вы не против? Конечно. Хорошо. Так, мы же забыли совсем про грибы. Пойду проверю. Мне уже так не терпится попробовать этот грибной бульончик, что я решила его уже подсолить. Делаю это всегда на глаз. На такое количество, я думаю, вот такая щепоточка соли, будет хорошо. Если будет мало, мы с ним пробуем и добавим. Лена, если жидкость очень сильно испаряется, может быть, мы предварительно обжарим лук и морковь на отдельной сковороде, чтобы потом это все соединить? Кстати, да, хорошая идея. И обжаренный лук, у него вкус немножечко другой. Он будет вкуснее. Он будет ароматнее. Тогда мы чуть-чуть корректируем рецепт. Мы сейчас обжарим лук, обжарим морковь и уже обжаренные соединим с грибами. Лук как быстро разогревается, он сразу же зашкварчал. По-моему, самая хорошая консистенция. Я уже представляю, как это все соединиться с луком, с морковкой. Это будет так вкусно. Сейчас мы, кстати, уже пробу снили. С бульончика. Кстати, можно сделать и так. Просто жареные грибы с солью. Очень вкусно. Обращу еще раз внимание, что грибы мы не жарим, а тушим в собственном соку и в большом количестве масла. Морковь обжарилась. Соединяем ее с грибной массой. А теперь мы все это вместе перемешиваем. И сейчас мы это оставим тушиться. И общее время готовки у нас получается 40-45 минут. И оставляем тушиться на самом медленном огне. Что, Наталья, 40 минут у нас прошло. Грибы протушились. Я думаю, пора их снимать с огня и раскладывать по банкам. Замечательно. Приступаем. Мне уже не терпится открыть и почувствовать этот аромат. Как красиво. Как ароматно. Ну что, давайте будем раскладывать. Да, я приготовила две ложки. Спасибо. И вам мне. И стерилизованные заранее баночки складываем. Нашу грибную икру. Какая вкуснятина. Пока Наталья закладывает последнюю баночку, я повторю рецепт. Опята. У нас было около 2,5 литров. Мелко порубили сечкой в корыте. Мелко порезали лук, но рекомендуем прокрутить его в блендере. Натерли мелко морковь. Лук и морковь предварительно обжарить. Грибы тушить в большом количестве масла. Когда они выдадут всю влагу и влага начнет уменьшаться, соединить грибы, лук, морковь и тушить еще 40 минут. Посолить по вкусу. После готовности разложить по банкам и сверху залить грибы маслом. Так они лучше будут храниться на зиму. Пока мы закрываем банки, хочу сказать вам, Наталья, огромное спасибо за компанию и за помощь. В свою очередь, тоже хочу вам сказать спасибо за приобретенный опыт и за отлично проведенное время. Спасибо и вам. Еще скажу нам приятного аппетита в доедании этой икры оставшейся. Совершенно верно. А вам, друзья, до свидания. До новых встреч в лесу.